Шалом, с вами Рафаэль Перский, посланник любащего арабия короля Машеха. Мы находимся в недельной главе Ноах. Но Всевышний решил из-за того, что люди и животные вели себя очень неправильно. И Всевышний, к сожалению, своему принял такое решение уничтожить все живое. Единственное, кто остался, это Ноах. И вы, конечно, знаете, он построил корабль, ковчег, где должны были находиться он с семьей и все животные. Всевышний ему сказал, построй ковчег. Ноах построил ковчег. И в Торе написано, что когда нужно было зайти в ковчег, все животные пришли сами. Он ни за кем не бегал, никого не приглашал. Ребята, приходите в ковчег, скоро начнется потоп. Нет, животные сами, сами пришли по двое. То есть и самец, и самка. Каждый пришел в корабль. Ребята, король Машея, говорит, из этого можно сделать очень интересный вывод для нас, взять это для жизни нашей. Какой? Написано так. Они не врети, лишь амешет куни. Что это значит? Что Всевышний создал еврея, Всевышний хочет от еврея, чтобы он ему служил. Чтобы он ему служил, выполнял заповеди. Теперь, когда же еврей выполняет заповеди, все остальное, что происходит, оно нужно приложить какое-то усилие. Но в конце концов, Всевышний сам к тебе это дает. То же самое, как Ноах построил ковчег, и все животные к нему сами пришли. То же самое и мы. Когда мы делаем митцвоты, мы молимся Всевышнему, просим его. И параллельно с этим делаем какие-то усилия для того, чтобы сделать что-то. Например, найти работу, так надо послать резюме. Чтобы вылечиться от каких-то проблем, нужно попросить Всевышнего и идти к врачу. Но не прилагать к этому больших очень усилий. По этому поводу есть рассказ, который Рэбби приводит в своей речи о том, что когда Байшемтов нужно было что-то Байшемтову от какого-то человека, он пришел к нему домой, постучался в окно и ушел. Когда же потом пришел этот человек к Байшемтову и принес то, что надо, сделал то, что надо, спросили у Байшемтова, зачем, почему он не стоял и не подождал, он постучал в окно, почему он не стоял и не ждал, когда откроют дверь. Байшемтов сказал, этого было бы достаточно, чтобы, как говорится, включить ситуацию. Так другой вопрос задается тогда такой, хорошо, а зачем ты пришел и постучал в окно, включи ситуацию и без этого. Байшемтов сказал, нужно сделать какое-то действие. Я позволю себе рассказать историю, которая произошла со мной. Действительно, 20 лет тому назад я заканчивал учиться и мне нужна была работа. Я жил тогда в маленьком городе. В этом городе находилось три завода электроники. Я еще не сделал дипломы, не сделал экзамены, но нужно было искать работу, нужны были деньги. Что я сделал? Я встал с утра, я уже тогда начал преподаваться к еврейству. Я помолился, помолился Богу, одел филин, помолился и попросил, чтобы он мне помог найти работу. Я взял свое резюме и пошел. У меня была машина, я пошел пешком, думаю, я зайду в первый завод, второй, третий завод. Зашел в первый завод, даю свое резюме секретарше. Она мне говорит, подожди, через 15-20 минут придет директор завода. Поговоришь с ним, я говорю, знаю что, спасибо, но если он заинтересуется моим резюме, то он мне позвонит. Пошел я во второй, в третий завод. Когда я вернулся домой, ровно через 5 минут раздается звонок, что меня приглашают на собеседование на первый завод, на котором я был. Когда я пришел и прошел собеседование, в тот же день мне сказали, что я устроился на работу. Из всего курса я первый, который нашел работу тогда. Я тогда видел, как мне Всевышний, тогда знаете, когда человек начинает приближаться и молиться и все, тогда Всевышний иногда делает ему такие вспышки, что ты видишь явно, как тебя Всевышний приводит. Что интересно, через два дня мне звонят с третьего завода, который был более крупный, и мне предложили более высокую, я им сказал, что я уже устроился на работу, мне предложили более высокую зарплату, но я почувствовал и сказал, мне Всевышний дал эту работу. В первую работу я видел Ашгаха Пратид, божественное проведение, которое четко сработало, и я это понял и почувствовал. Поэтому я сказал, нет, я уже нашел работу, это то, что мне дал Бог. Я не стеснялся этого сказать, это то, что мне дал Всевышний, и я буду на ней работать. Поэтому, какой мы можем сделать вывод, иногда ты прикладываешь очень большие усилия. Может быть, не всегда это нужно, может быть, этого не нужно, может, Всевышний не дает тебе этого. Подумай, одно из вещей, напиши письмо Рэбби и спроси, есть в этом благословение, попроси благословение. Ты будешь видеть, это твое или это не твое. Ну, да, письмо Рэбби скоро выйдет, ролик, в котором я буду объяснять. Взял интервью у известного раввина, который объясняет, что такое написать письмо Рэбби. И это может сделать каждый, каждый, каждый. И это очень сильно помогает и направляет тебя в жизни. И поэтому мы должны сделать элементарные какие-то действия, которые должен делать каждый человек. Но и в первую же очередь молиться и просить Всевышнего, чтобы он нам помог. И чтобы Всевышний, когда еврей просит, он всегда слышит. Всегда он слышит. И чтобы Всевышний, в конце концов, привел Машеха. И чтобы проявился Всевышний. И чтобы было полное, окончательное освобождение. Ихея донейну, морыну в рабыну, мелыха Машеях, люлям веет. Субтитры создавал DimaTorzok